Вы знаете, как правильно выйти из бани или сауны? Если считаете, что слегка остыли, обтерлись и пошли, вы глубоко заблуждаетесь. Это очень непростой процесс. Потому что и баня, и сауна, и баня русская, и баня турецкая это все достаточно нагрузочные тепловые процедуры, которые согревают ваш организм. Сворачивают в крови белки теплового шока и резко увеличивают вязкость крови, которая дополнительно усиливается еще и потением. И вашему сердцу очень непросто качать такую жидкость по тем сосудам, которые вы имеете. И качество которых вы контролировать полноценно не можете. Потому что длина сосудистого русла в среднем у человека примерно 100 тысяч километров. Вы можете проконтролировать каждый миллиметр расстояния, который в 2,5 раза больше диаметра земного шара. Я думаю, что это очень проблематично, очень сложно. Поэтому важно понимать, что после такой нагрузочной процедуры есть определенный период выхода. И он может быть разделен на несколько этапов. Первый этап. Перед тем, как выйти из бани и сауны, вы должны оценить работоспособность своего сердца. Это сделать очень легко и просто. Если вы измерили уровень артериального давления до процедуры, до бани или до сауны. И после вы увидите разницу. Если давление снизилось, цифры стали меньше. Это говорит о том, что ваше сердце не самое сильное. И оно эту процедуру, ну, скажем так, перенесло с трудом. Если давление повысилось, это говорит, да, мощное сердце способно перекачивать густую сметану. Но для того, чтобы не было гипоксии, оно автоматически повышает артериальное давление. Поэтому по уровню давления вы можете, в принципе, оценить, как бани или сауна влияют на ваше здоровье. Пульс тоже должен уменьшиться. Он вряд ли придет в состояние нормы. Почему? Потому что у всех, так или иначе, кровь густая. И сердце проще ему частотой выполнить кровообращение, чем повышая артериальное давление. Поэтому пульс должен снизиться, но в исходное состояние он не придет. Что вы должны сделать после этого? Если у вас есть чувство жажды, вы обязаны пить. Но не воду. И не по того на ячейках. Если вы делали неправильно в бане, то делать вы больше этого не будете. Потому что патагонные ячи в бане пить тоже не стоит. Они нарушают работу почек. Да, избыток жидкости появился для патагонного эффекта. Но ваш организм не очищается. Почка выводит в одном объеме воды. Защитно больше токсинов, чем потовые железы. Выключение почек. Ну, это путь в почную недостаточность. К сожалению, те, кто регулярно этим занимаются, они удивляются потом, почему всю жизнь занимался здоровьем, ходил в баню, в сауну. Откуда взялась почная недостаточность? Легко и просто. Все зависит от того, что вы пили в этой бане или в сауне. Поэтому, если есть чувство жажды, вы должны выпить какой-то сок, компот, кисленький желательно. Он быстрее всасывается в кровь. Он быстрее восстанавливает вязкость крови, уменьшает ее. Что вы еще должны сделать? Конечно, после бани появляется аппетит. Но! В коем случае, не кусок мяса, рыбы или птицы. После бани вы должны съесть легенький овощной супчик. Борщик постный. Не то, что без мяса, даже без фасоли. Потому что любой концентрированный источник белка будет тормозить пищеварение, держать пищу в желудке. А вам нужно, чтобы вода, которая находится в супчике, в борщике, быстренько проскочила в двенадцатиперстную кишку, потому что всасывание из желудка 5-10%. А всасывание из двенадцатиперстной кишки идет максимально эффективно. Поэтому ваша задача, теперь уже после бани не наслаждаться трапезой и ждать, пока в желудке что-то будет стоять перевариваться. Ваша задача, как можно быстрее, жидкость из этих продуктов питания перевести в двенадцатиперстную кишку, откуда она легко попадет в кровь. Вязкость крови уменьшилась, и вашему сердцу стало уже легче работать. А ваша жизнь стала более безопасной. Потому что на высокой вязкости крови любой стресс, будь то стресс эмоциональный, будь то стресс физический, будь то стресс электромагнитный, захотелось вам после бани два часа повисеть на мобильном телефоне. Будь то стресс химический, ну пошли вы там, где-то подышали какой-то химии, или что-то, какие-то химические продукты решили восполнить свой организм, вы в бане немножко очистились, а теперь можно загрязнить, съесть какой-то гастрономический мусор. Ни в коем случае этого нельзя сделать. Конечно, самый опасный стресс, это стресс эмоциональный и стресс физический. Они просто и мышца, и мозг, они очень активно потребляют кислород, очень активно образуются свободные радикалы, которые еще дополнительно увеличивают вязкость крови. А сердцу и так, после бани, дня 3-4 очень тяжело работать. В чем это в среднем? Конечно, если супер хорошая печень, что я давно не встречал у людей, ну дня 2, вам нужно быть в более-менее спокойном состоянии. То есть в то время, когда печень из крови, вот те белки теплового шока, которые свернулись, она их уберет и заменит на новые. Если у вас есть жировой гепатоз, стеатогепатии, сахарный диабет 2 типа, есть избыточный вес или ожирение, у вас печень не самая лучшая. Если вы когда-то переносили гепатит, вы в этом помните, у вас не самая лучшая печень и вам дня 3-4 нужно быть в более-менее спокойном состоянии, чтобы дать возможность печени сделать вот эту вот уникальную ситуацию. Уменьшить риск, потому что риск есть и вы это знаете, вы это чувствуете, вернее чувствует ваш мозг. Потому что после бани и сауны вы такие расслабленные, уравновешенные, более спокойные. По одной простой причине. Просто ваш мозг не получает нужное количество кислорода и ваш эмоциональный фон резко снизился. И это не говорит, что это хорошо, чтобы успокоили наконец-то свой организм. Нет. Просто мозг не может активно работать в этих условиях. Поэтому у вас такое ощущение. Поэтому берегите свой организм. Вы должны понимать, что как вход в баню, нахождение в бане и выход из бани, это очень сложная ситуация. Потому что и баня, и сауна при неправильном к ней отношении могут вызвать, увы, неблагоприятные изменения в вашем организме. А зачем вам это надо? Поэтому вы можете найти и видео, как париться правильно, что делать и чего не делать. Вы можете найти мое видео, как подготовиться, потому что очень важно. Вы знаете, ни один автомобилист в зиму не идет на летней резине. Понимаете, что если это зима где-то на экваторе, там где зима и лето одним цветом, там всегда жарко. Все-таки переобувает свою машину на зимнюю резину, потому что по снегу ездить в летней резине очень плохо. Точно так же и в баню. Можно пойти, знаете, да пошел ты в баню. Очень хорошая рекомендация, если посылающий знает, как правильно к ней подготовиться, как правильно там находиться и как правильно из нее выйти. Живым и здоровым. С плюсом по здоровью, а не с минусом. Поэтому если вам нужно больше информации, контакты вы видите, обращайтесь.